добрый день коллеги добрый день сразу записи константин такой так мы тут собрались резюмировать вообще настраивала вот первое впечатление и хотелось бы тоже обсудить тестируем ли мы его далее ставим его на паузу и тестируем что-то другое так это у нас предпоследний да из наших то есть это больше направлено на общение мессенджера не такая полноценная теги система как мы рассматривали то есть он немножко выделяется из тех кого мы смотрели потому что у него немножко другой функционал и много чего что есть там здесь нет в этом его просто они нам дали два оператора 4 чат бота я подключила и что мы можем здесь посмотреть то есть мы можем выставить рабочее время самое первое что я сделала это назначение сотрудников даже вот оператора то есть подключила чат бота далее я создала два оператора которому присваивается email и пароль день через которые они могут зайти на сайт или же скачать приложение из этих приложений приложение это уже довольно таки простое то есть там все что им нужно чаты и все вопрос функционала внутренних чатов то что они могут переписываться посмотреть карточку карточки они могут редактировать поля которые там есть добавлять убирать целом основном по переписке с клиентом там отправка файлов все на месте но не систематизировано да то есть просто поток файлов чать да просто поток сообщений будет что через сайт что через приложение то есть приложение поддерживает аудио сообщение или нет оно одинаково то есть если клиент нам записывает голосовое мы получаем это 3 файл если мы хотим записать голосовое если мы так же записываем м3 файл и прикрепляем все отсюда то есть кнопочки нету есть кнопочка прикрепить файл но не записать то есть далее после того как я создала операторов я назначила оператора на чат у нас есть список каналов выбираем канал и выбираем какого оператора мы хотим назначить у них есть статусы онлайн занят перерыв это все можно редактировать что нам нужно и нужно далее карточка клиента что мы там будем хранить тоже был вопрос у нас там три варианта ребенка есть по каждому из них услуга и класс что-то еще сюда нам нужно или нет там несколько обучения например или еще какие серые системы в принципе у нас если чат-бот создан мы уже фильтранули их по языку обучения по любому поле какое-то примечаний общее когда там не знаю будет пометка состояние здоровья дцпшник там инклюзия какая-то потому что там есть общее поле примечания самом верху это по сути общее она нужна еще по каждому ребенку но по каждому ребенку я думаю это не имеется ну хотя либо в примечании писать что вася пупкин он там с особенностями скажем так а еще маргарита поле примечания которое у нас есть там список или ой там текст или муки текст многострочная или однострочная не проверяла многострочная просто не хотелось бы раздувать количество полей когда она там будет в одном проценте заполнен по ребенку у них текст просто одной строкой или многострочной кстати тут есть горячая клавиша чтобы каждый раз не кликать на карточку клиента можно альт бы нажать хорошо нет это просто текст а шифт-энтер альт-энтер о шифт-энтер о сохранить но она вот так будут две строчки даже там если будет 10 строчек нормальный принцип для примечаний сохранилась она не очень а как она сохранилась просто один шифт-энтер 2 шифт-энтер 3 вот здесь у нас трехстрочные они сохранилась у нас текст сохраняется вообще непонятно как через раз как-то короче через раз и все ну показываю только две строчки и даже если там больше там не растягивается это кривовато короче сделано а если мы текстовая кастомная поле это системно если так понимаю текстовая на комментарии а если кастом на мы создаем там такие же баги либо там можно по нормальному по человечеству а это смотрим Ну, тут лучше. О, видите. Ну, я не знаю, что это такое. Мы можем хранить, чтобы было именно столько места. Ну, оно хоть сохраняет нормально. Ну, да. Ну, хорошо. В частном случае мы можем просто сделать такое же поле примечания получается сверху. Угу. Далее есть такая штука, уведомление о долгом ответе. То есть, если это настраивается, если нет ответа клиенту 10 минут, он загорается вот таким вот красным. Можно поменять там 5 минут, 2 минуты, 3 минуты, сколько нам нужно. Это тоже настраивается. Дальше можно настроить автозавершение обращения. Тоже через какое время обращение считается закрытым. Есть приветствие, тоже можно настроить, когда там человек что-то пишет первый раз, и мы можем указать, когда там чат-центр, это в общем все операторы рассчитаются чат-центр. Можно настроить его рабочее время, этого чат-центра, и если он там не работает, клиенту будет приходить, что мы сейчас не работаем, мы ответим вам завтра, или еще когда можем сами расписать. Есть безопасность и права доступа. Можно настроить супервайзеру и оператору разные разделы, что они могут видеть, что они могут редактировать, фильтр контента тоже, что в каком боте не могут делать операторы, там отправлять какие-то файлы или еще что. Можно сделать доступ к третьей поддержке, чтобы они там что-то посмотрели, вообще им закрытым изначально. Далее шаблоны можно добавлять. Здесь я особо не погружалась, но смысл в том, что если какое-то стандартное сообщение, то оператор ставит дефис, начинает писать, и ему сразу подтягивается сообщение. А списка нет, как в комосе РМ, типа просмотреть, потому что через дефис мне не все запомнишь, что ты там с первых букв? Есть отдельная кнопочка для этого. Ну, то есть как в комосе РМ, в Ама-Кома, да, либо набирай начало сообщения. Здесь мы выбираем, да, и он выставляется. А выбирать как нам нужно? Один клик и окей, либо два клика? Один клик, и оно сразу подтягивается. Далее. Теги. Теги тоже довольно просто создавать, можно их развивать по цветам. Я добавила там LO-стандарт, LO-плюс. Эдуэкстра не уверен, потому что если люди докупают Эдуэкстра до онлайн-школы, то это по сути можно объединить LO-плюс. У нас исключение, это те, которые год оплатили, и они Эдуэкстра просто как-то 520 тысяч сумм ежемесячно доплачивают, поэтому они отмечены там отдельным пакетом с отдельным прайсом. Ну, в целом, это у них же... В итоге получается плюс, но с финансовой точки зрения, сейчас, например, долбуй с таблицами, благо есть выписки по CRM, по первичным продажам, но надо разделить сейчас. А для фьютора это принципиально или нет? В принципе нет, ему главное понимать, что он, скажем так, с док поддержкой. Так. Далее. Чат-боты. То есть можно настроить под разные задачи. Я сделала два. Помните, да, что мы отдельно оплачиваем чат-боты, вот этот конструктор. Там, если у нас до 2,5 тысячи пользователей, там 2-500 рублей в месяц, кажется. Я создала два этих чат-бота. Один, который приветствует и собирает данные, как такая мини-анфета для родителя, чтобы он... Вот здесь, кстати, есть кнопочка «Отправить мой номер телефона» в Телеграме, когда он там поделился контактом, и всё. И мы сразу карточку записываем. Можем вот протестировать. Напишите мне, пожалуйста, какой из льва из ботов, я их увижу. Сейчас попробуем. Был вариант, чтобы при новом обращении запускалась у клиента, но если он пишет нам несколько чат-ботов, то ему придется несколько раз в планкету проходить. Поэтому здесь есть такое решение, что тьютер добавляет обращению бот. Вот здесь обращение, номер такой-то начато. Я добавляю тег в неё, и у вас запускается бот. Там, где вы вводите данные, оно записывает карточку. Единственный момент, выбирайте ребёнок один, потому что 2 и 3 я не успела записать. Так, через карточку отправила. Ну, кнопку. Один ребёнок. А, там есть кнопка. Ну, по идее, если он уже в пятом классе, кстати, то это вопрос, в каком классе ребёнок, уже никто. А так, мы не знаем, из какого фото нам пишет человек. Ютер, он не знает, если у него несколько ботов и несколько классов к нему прикреплено, да, там, пятый, шестой, седьмой. Он не знает, какой из них написал ему родитель. Там ещё услуга нужна. Да, вопрос, а как он это может, вообще никак не узнает, либо оно просто скрыто в настройках? Вообще никак. Ну, вот вы запомнили анкету и данные подтянулись, имя клиента, то, что вы ввели, номер телефона, фио ребёнка один, класс, какой у него, какая услуга, и сразу прислал сеттем. Следующий раз, когда этот клиент будет писать, мне, чтобы определить, кто этот клиент, можно заменить тест имя на условно Олесе Дерябина, пятый А, шестой А и, не знаю, восьмой Б, если у меня три ребёнка. Так? Ну, да, получается, это вся логика, что я прописала, да, чтобы она записывала в карточку, а вообще, да, то есть мы выбираем один ребёнок, два или три, потом по каждому ребёнку она спрашивает и по каждому ребёнку карточку записывает. Так, тест имя, это я кого вводила, имя, себя или ребёнка? Тест имя сейчас ваше, то есть это фамилия моя, да, а тест ребёнок, имя, у меня пошло в отдельную карточку. Да. Ну, я заполнил чат-бота. Вот так. Что у меня там с моими данными? А что вы выбрали? Надо было один ребёнок выбирать, а то два и три там не прописано. О, ну что-то пробросился. Что-то перенеслось, да, ну не совсем корректно, конечно. То есть оно, ну да, подтягивает не из списка, а просто оно записывает. Интересно, как-то у них реализовано. Это по той логике, которую вы согласовали с ними? По той логике, которую я согласовала, только первый ребёнок я успела прописать. Второй, третий, у меня просто то, что написал клиент, записывается в поле. То есть получается, ошибка в первом, класс один, да? Ну вот здесь, вот в этом поле ошибка. Оно должно выбрать пятый класс, но оно не выбирает. Ну всё, фиксите, пишите. Так, итого, мы тут коммуницируем, в принципе, традиционный условный телеграмм, определить имя по родителю, а внутри карточки посмотреть тогда на ребёнка можно. Получается тогда, что из-за этого минуса, что непонятно, куда написал, клиент и заполнял ли он бот, то есть каждому дьюдеру перед тем, как отправлять вот этот вот бот, нужно зайти в карточку посмотреть, проходил ли эту анкету родитель или нет. Если здесь пусто, ничего не заполнено, он новому обращению присваивает тег, и тогда клиент проходит анкету, и данные по нему заполняются. он пловит клиента и надеется, что он хотя бы что-то, либо телефон, ну, как у нас в CRM-ке написал минимум информации, а остальное мы там несли, потому что у нас эта информация уже на руках. Нам единственное, что надо, чтобы он оказался в чат-боте, остальное в принципе можем вести сами. но это чтобы клиентов не напрягать, если три ребенка, потом детям, тогда надо трижды пройти одну и ту же экзекуцию. ну, это они при первом обращении проходят, дальше они общаются просто, и больше ничего. Вот, второй бот это по сбору обратной связи, но у них уже есть определенный встроенный функционал, там, где мы можем типа рассылки сделать. Так, ну, давайте посмотрим. Вопрос качества обслуживания. Это при приобретении вот этого бота за 2, 500 или за 2, да, тысячи месяцев. Мы в целом конструктор покупаем. И внутри будет, ну, то есть мы понимаем, что NPS мы не получим без вот этого конструктора. Можем получить называться оценки качества. Выглядит это так. Мы создаем какой-то рейтинг или там выбрать, что нам предлагают. Называем теги кому слать выбираем. Фильтр по каналам нам все каналы выбрать, которые нам нужны. Массенджеры нам не нужно. Текст написать. Далее создать оценку выбрать какая оценка чему соответствует, как мы хотим назвать. А потом здесь нам нужно выбрать, когда закрыт был диалог там, не позже 15-го например. И вот оно нашло диалоги, которые были до такого-то числа. Открыты или закрыты. 9 штук. 100%. Выбираем рейтинг какой-то отправить. Это пошло рассылкой, да? Да, это пошло как рассылка. Вот это у них такой стандартный функционал, ручками делается. Можно скрывать от операторов или не скрывать, можно показывать сотруднику его среднюю оценку за день. Тоже калочку поставить, но я это не тестировала. Ну, за день точно не будет. И мы можем назначать дату этой рассылки. Или мы просто заходим каждый раз, каждый класс, словно 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Так и тут рассылаем назначили день. Изначально мы самый главный рейтинг с оценками настроили, он у нас висит, он у нас активен, мы просто сюда заходим, его выбираем, диалог закрыть не позже такого-то числа, отправить. Диалог закрыть не позже. Это все? Если диалог открыт с каким-то, значит, он не получит этот опросник? Или он не писал последнюю неделю? Ну, или сколько надо, месяц? Может, он месяц не обращался? Ну, ладно, месяц не обращался. Это нужно тестировать, потому что если на эту дату никаких закрытых обращений не было, а только один открылся, это нужно проверить, отправить ли она ему или нет. Ну, то есть мы только по закрытым можем, да? Диалог закрыт не позже. И не позже это за весь период берется или от начала месяца? Ну, мы помним по итогу месяца условно, потом оклады рассчитываемся. Мы можем только одну дату выбрать. А как она тогда будет в динамике этот рейтинг никак? Типа вы носите ручками в очередную табличку? Ну, возможно, это в отчеты попадет. То есть это мы можем созвониться снова с как его там Максим или как и поспрашивать по этому. Как его там созвониться? Да, да, да. Ну, вот мне три МПС-ки только что прилетело. Я тут написал отлично, хорошо и плохо. Я написал отлично, хорошо и отлично. Это я плохо. Я всем единички ставлю специально смотри, что они дальше делают. Ты как-то изменяешь это вообще? Я вам всех поддержка ама, так я вообще там полгода единички только и ставлю скоростью решения уже принципиально, уже вопрос решен, но я все равно единичка. Ну, то есть оно же где-то здесь по идее должно потом отобразиться, а вот мы как-то это можем отфильтровать. Надо тоже будет потом повторяться. Пока да, вы четко не понятны. Здесь мы можем, если мы создаем отдельный бот, мы можем настроить, чтобы он сам там раз в 30 дней, то он ждет 30 дней и запускается, ждет 30 дней и запускается. И три варианта ответа можно, ну, опять же, статистику по нему смотреть. Это где-то в статистике бота или как-то да. Ну, оно в аналитических отчетах должно как-то отразиться, а это скорее, как оно там будет, не будет читать по этим полям как оценка. Ну, да, тут есть статистика в боте, но, опять же, где-то я видела немножко так криво колсам. Непонятно. Здесь в целом аналитика идет по боту. какие-то уникальные взаимодействия по каналу с клиентами. На шаг можно просто вот здесь в аналитике я пробовала на шаг добавить название. Вот здесь, например, сколько было поставлено оценок. я назвала NPS плюс положительная оценка и активация это сколько раз было нажата. Ну, вообще, надо еще поломать голову, чтобы прочитать эти данные в итоге, да? Ну, да, да, и здесь не совсем понятно, за какой период, то есть, тоже какая-то такая, вроде бы, она и есть. А вот здесь, если нажать сверху помощь, он пересылает на help именно по этому разделу, либо, в принципе, общий help? нет, линковка именно по разделу нет. То есть, а вот здесь можно выбрать время, с какого по какого, ну, такое, немножко количество обращений, да, по NPS непонятно, по менеджерам тоже непонятно. ну, тут в целом больше по боту, то есть, какие были, по менеджерам, наверное, и не будет, я не знаю, как бы, это мы суть всего. менеджерам менеджеров здесь не должно быть, потому что это чисто по боту аналитика идет. Сколько прошло клиентов, сколько было сессии запущено, завершено, то есть, ну, если мы хотим через бот собирать NPS, то это просто на шаг нужно добавить сбор статистики, вот здесь выбирать дату, которую мы хотим посмотреть, и посмотреть количество активаций, то есть, сколько раз было крикнуто. Ну, по какому менеджеру здесь нет разделения? Ну, можно, я не вникала так глубоко, может, можно как-то менеджера выделить, оператора. В чем тут преимущество? Только в том, что еще один вагончик в голову не догружается, а что? А 31 числа еще не забудь зайти туда и запустить NPS-ку по тьютерам. Но вагончиков в голове многовато. А во встроенных этих NPS-ках, их отправках у нас нет этого, да, от срочки, плана рассылок этих сообщений? Нет, в стандартном функционале нет. Через год, да, мы можем делать, чтобы она сама собирала раз в месяц, но вот здесь нужно повозиться так, чтобы было не общее количество, а разделено по менеджеру. А мы можем после закрытия чата NPS-ку отправлять? стандартно может, но оно будет каждый раз после закрытия чата спрашивать, оцените работу оператора. Если мы этого не хотим задолбовать клиента, то более так расширенно мы можем подписать, конечно, только в конструкторе чат-бота. То есть автоматом мы можем сделать после каждого закрытия, это будет триггером, но автоматом мы не можем сделать по времени, раз в месяц, в конце месяца. И здесь я правильно понимаю, что это отдельный чат-бот, на которого должен подписаться родитель, или это все работает внутри уже созданных пятой тесла. Вот эти конструктор чат-ботов, это по типу селс-ботом Ama.CRM, которые мы создаем, они что-то делают, подключен один канал с телеграм, а мы можем кучу создать, работает он только с одним телеграм-каналом. Мне вот пришло в три чат-бота из четырех вот сейчас, вот это МПС, пожалуйста, оцените качество работы тьютера. Три чат-бота мне пришло из четырех. То есть по тем чат-ботам, на которые мы уже подписаны и с которыми мы уже работаем. Я даже где-то ответил. Получается один чат-бот он висит как открытый. Пятый тесла у меня наверное висит. У меня тоже не пришло. Пятый тесла. Да, потому что обращение вот видите оно говорит красненькое. Оператор ничего не ответил и считается открытым это обращение. А если сейчас например мне что-то написать мне уже не придет эта рассылка да? Нет. А еще вопрос Константин Спиренко он подписывает получается подтягивает сюда название из названия как подписано поле имя клиента в карточке Да? Я не тест имя Ну А в последующих обращениях? Ну да вот сейчас Как в карточке Я например сейчас подписала как тест имя и меня как тест имя теперь отобразил Раньше не когда человек только написал автоматически распознает и имя автоматически пробрасывает как человек сам себя подписал а после того как вы прошли вот эту анкету как вы себя назвали так оно имя обновилось перезапомнилось и если даже человек второй раз будет заполнять анкету оно опять все обновляется перезаписывается то что новое написал оно и сохранится там А здесь поиска нет вот именно имя фамилии по имени не фамилии если мы допустим все их так подписываем то есть поиск по чату есть да вот если я вижу правильно там внутри чата мы можем искать информацию ну да это внутри да чата а в системе нет хорошо а есть база всех вот этих контактов она же где-то есть совсем если я хочу написать одному из 50 родителей я буду по открытым чатам его искать а вот написать новому клиенту если сверху нажать что он выдаст ну это надо подключить отдельную документ не выбор из какого-то нет там вообще новому который не подписался написать ctrl f тогда так что ли и по именам ну а ctrl f хоть работает ну так ну да то есть а а ширина вот этого там где список чатов меняется как-то или он фиксированный фиксированный то есть мы получается можем в имени контакта туда добавлять какую-то полезную информацию если нам нужно оно будет автоматически здесь отображаться но это будет на уровне контакта то есть человека канал но никак канал мы можем только тибировать больше маникад не можем понять кто пишет нас какой канал по такому вопросу ну да вообще непонятно как определить то есть если у меня например пятый и седьмой класс у меня тут будет сто человек по пятьдесят из каждого класса еще и папа и мама угадай кто есть из какого и по какому классу пишет хорошо ну как одно из костыльных решений если мы создаем теги по классам и разбрасываем их по обращению насколько это будет захламлять нам работу вот так опять же визуально искать ну а вы можете просто сейчас добавить два тега пятый и шестой и просто разбросать по двум константинам то есть у нас будет получается вот это LO плюс или LO стандарт это тег контакту и он получится у всех будет обращение это мы уже выяснили потому что это на уровне выше контакта а тег к обращению это тег к конкретному обращению и получается мы визуально можем видеть только что там тег пятый класс а там тег шестой класс вот больше мы никак опять же какая там специфика если обращение закрывается тег слетает а он не сюда допустим подтягивать следующее обращение то есть мы не видим предыдущую переписку если человек пишет заново мы видим в общей портянке но вот здесь как вы хотите если там сейчас ну напишите что-нибудь куда в любой напишите так вот любовь кстати еще какой-то баг вот он подтягивает имя Константин добрый вечер Константин рады видеть вас снова а почему Константин откуда он берет он изначально не писал потом я вписала Константин Скоренко он все напишет Константин но ко мне вообще не обратился ну вот все негативный клиент с негативом сейчас жалобу напишет смотрите я добавляю обращение к обращению тег к новому да он висит но я обращение закрываю и тег убирается и получается тьютеру нужно будет каждый раз добавлять здесь если мы сразу двое детей ну ладно закрыть глазам для тех кого двое но тегировать их на уровне вот пакетов у них только один так будет помещаться по пакету или можем туда втулить в карточку мы в карточку именно добавляем теги мы можем добавить несколько вот тег класса тогда еще надо добавлять да но это тег контакта и он будет ко всем обращениям ну да именно контакта да просто тогда у него будет тег там у тех у кого двое трое детей будет трое тега а у тех кого один по крайней мере мы поймем что он из пятого класса то есть получается если мы будем теговать контакт то у нас здесь будет ну там либо один пакет либо два пакета в зависимости от того будет три тега класса но кто к кому относится мы можем только догадываться ну да и елка этих пакетов обычно конечно если дети обучаются они на одном типе пакетов висят но это же нам по каждому ребенку надо понимать тип пакета в идеале да ну да у нас только два а детей три это надо будет каждый класс ну да либо делать шесть дополнительных тегов да а потом еще аналитику снимать с какого класса больше обращений какого типа и теги там технический вопрос академический вопрос по аналитике аналитика тоже тут кривая так эти отчеты дашборды подтягиваются отчеты то есть сразу ничего нет нам нужно открыть какой-то отчет настроить его сохранить только потом дашборд отчеты есть разных типов то есть тут настолько все сырое сырое что меня смущает мне долго не ответили по поводу реакции и времени ответов давайте за сегодня все возьмем здесь типа что-то мы можем посмотреть либо в таблице пустота либо ну да кстати да а наш рассуд собирают давайте 14 числа так всего тоже странно чего ноль так а если нажать сегодня да пусто какой-то косяк при том что они измеряют в секундах так давайте тогда проверим период какой-то какой-то там два дней то есть это все измеряется в секундах в другом формате минуты часы мы не можем посмотреть это время ответа это скорость реакции оператора на обращение здесь такой еще можно в каком-то графике это посмотреть другие же отчеты есть которые только таблица есть которые настолько сырые что там только экселевский палик то есть некоторые там еще печаль нагрузка оператора попрощения так это тип обращения и тут под тегом нет или я сильно не под тегом может прям типа а со списка можно убирать статусы события куча всего здесь количество обращений к оператору это уникальные клиенты получается клиенты это контакты которые обратились а реквест это запросы то есть сколько раз они обращались более менее понятно на каждого оператора условно у нас там будет 40 клиентов 80 вопросов например по 2 а есть какой-то более больше недели за неделю чуть больше так загрузка операторов по салатному времени это в часах какая была загрузка у кого можно в виде таблицы еще посмотреть а что значит в часах это когда чат висел открытым когда столько загрузки было по самарному времени ответов это сколько всего по времени оператора пошла по это не загрузка оператора это скорее вообще ни о чем скорее вообще настолько тут сырое все печальненько как-то видите тут даже нельзя посмотреть насколько помню в созвоне они ссылались на то что там то ли чего-то там нет у них своей демо-версии ну и дать что-нибудь по факту это интересно настройки вроде на русском а что-то в отчетах везде английский ну они наверное в процессе перевода на английский или на русский на русский наверное ну такая вот ситуация а если мы хотим увидеть в динамике это все вот условно оператор один какая у него была нагрузка в августе сентябре октябре и за год потом это получить убираем вот здесь вот просто она что-то сумму возьмет по оператору за весь период а мне надо будет вот так поиграться с каждым из операторов каждый месяц вынести в аксельскую табличку и очередной график нарисовать создать новую таблицу ну а здесь вы будете просто там выбрать с первого по тридцатые сгенерировать и посмотреть как оно будет там с первого августа по тридцатый августа с первого вот каждый отдельно вот это так везде везде так куда не плюнет такая жизнь ну у этих вроде аналитика получше то что мы смотрели предыдущие helpdesk у них аналитика то что и вот это helpdesk и предыдущие не помню кого мы там смотрели встреча была ну helpdesk они подороже просто были насколько я понимаю не помню кто нам показывал интродески или кто ну что в реальном времени есть это все сделано ну мне кажется вот эти helpdesk они больше на это внимание зацикливают у них получше разработка нам как раз аналитика важна мне лично не хочется еще таблицы вести мне по мопам плюс по тьютерам плюс по детям как-то оно слишком много выходит а там очень интересное наблюдение например мы сейчас взяли график посещения социализации там прям видны пики там понедельно когда более высокая загруженность участия детей нам для поклонирования потом по этим периодам по месяцам очень важно и плюс понимать что начало четверти например на тьютерах может быть повышенная нагрузка там меняют школу в конце четверти или в конце года по сути и вот вот этот период адаптации и плюс по адаптации кстати и по чат-боту для группы адаптации куда у нас есть готовые тексты и мы их каждый понедельник условно рассылаем по новым подключенным на программу адаптации это как отдельный чат-бот создается и туда и туда здесь возможности отсроченных нету сообщений только вот чат-бот в котором встают таймлайны что вот это через такое время отправить это сообщение через такое время такое и сейчас минутку так у меня домашняя возвращается немного становится вот что еще там было в целом я так рассказала что да как вот из плюсов простой интерфейс то что легко назначить оператора добавить удалить теги делать рассылки а конкретно по рассылке покажу как делается тоже все просто здесь мы заходим это встроенный функционал мы можем делать выборку по клиентам здесь мы можем выбрать теги которые нас интересуют и по обращению отдельно и по клиенту отдельно мы можем вместе подсчет она посчитала сколько человек с таким тегом из всех чат-ботов которые привязаны к системе к тому кто или только к тому тьютору который в своем аккаунте делает такую рассылку это по всем получается все которые имеют тег тогда по-любому надо их тегировать еще класс канал еще можно выбрать какой именно а ну да есть тут и по оператору можно разделить можно здесь мультисписок поэтому можно выбрать и тег и оператора или операторы друг друга и чата друг друга не видят же доступ можно настроить оператору что он видит рассылку но но это он рассылку скорее всего сможет сделать только из сайта сайта нет нет только из сайта ну давайте сразу проверим сейчас я зайду в проводов каждому тьютеру мы даем эту возможность и не сами обучаем либо это только тьютеру я этим заниматься не хочу окей а не ему недоступно есть роль супер да можно дать ему и он будет делать рассылку ну вот условно мы выбрали сделали выборку кому именно нужно отправлять подсчитали сколько получается человек можем делать еще тут массовые операции мы пишем текст можно добавить картинку еще и pdf так все должно прилететь так я выбирала стандарт мне должно куда-то прилететь когда прилететь уже проверяем мне не пришло мне тоже вопрос в этом фильтре который сейчас мы выбирали по тегам это все-таки была фильтрация а вы не попали под этот или обращение еще раз вы не попали под то что я выбрала упс поэтому не пришло мы с вами Алиса не попали все нам не суждено попасть в эту раз кстати там есть какие-то теги так а у вас О плюс поэтому и стандарт тоже работает по типу и или или да когда мы набор тегов собираем или то или то либо такой так пишет завершено маргарита оторвалась теперь с 4 чат рассылка 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 не слово рассылка пишу а мне ничего не пришло ну ладно а где здесь это отображается интересно хотя тут плюс стоит а кстати мы не видим текст рассылки у вас не отображается в чат а вот есть есть просто что-то в чат слева нет а вот здесь да вот здесь не отображается странно может там обновлять надо обращение у вас было открыто да 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 и вам пришло а у Константина обращение было закрыто короче тут опять же специфика есть обращение закрыто рассылка не попадет ну 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 нам такое не надо то есть нам получается не нужно закрывать обращение ну тогда мы не поймем эффективность деятельности ну да короче говоря у них там же автоматическое стоит закрытие обращения через 20 у них есть функционал который друг друга исключаем ну это большой минус то есть у них вроде бы она есть и вроде бы и нет как-то так рассылки как раз обычно важны просто так не спамим но должно доставляться каждому и в идеале как-то подтвердить то что эту рассылку в принципе народ получил там отчетов тоже никаких нет обычно знаете как отправлено там планова 16 доставлено 14 просмотрено 10 нет как-то такого нет в общих отчетах этого нет а в рассылке мы только можем отправить и все потом по чатам посмотреть ручками что получил не получил потому что слово рассылка у вас отобразилось 5 с помощью документа google таблиц вы можете массово создавать новых клиентов присваивать теги да тут как-то нет потом никакой статистики по этой рассылке только отправить и все это просто навеяно тем что константин закрытым диалогом я не получу да вот это интересный бак конечно и того по рассылкам пока минус может они как-то это реализуют конечно для закрытых диалогов по тегированию или определению к какому классу ну то есть то что чаты это каша и ты не понимаешь какого класса это чат тоже минус ну оплодить эти под теги 150 штук когда мы в идеале потом хотим еще сказать тьютеру тегирует тип сообщения проблема с платформой академической успеваемостью или еще чем ну типа обращения хотя бы для себя понять сколько всего по какому вопросу тут это пока проблематично и аналитики по тегам я не увидела то есть словно по чат-боту N или по оператору N у нас 30 обращений по работе на платформе 20 обращений по академической успеваемости а какая аналитика по тегам должна быть по количеству обращений то есть чтобы мы в принципе понимали какое узкое место в обращении типа обращений клиент да нет такого наверное это тип вопроса да ну тип вопроса с которым пришел клиент мы же хотим посчитать сколько у нас какого типа организационные почему мы вот личника двойка а куда мы идем в какой музей в пятницу ой у меня не открывается тест меню самообслуживания там где например шел вот ему предлагают да я так прекратила а потом отключила это меню которое там чат-центр не работает и человеку показывают там кнопочки вы верите то-то-то что вас больше всего интересует но опять же статистики поэтому и нет но мы можем сразу по сути классифицировать гипотетически если он нажмет на эту кнопочку так может присвоиться или нет нет это просто как в приватбанке условно по какому вопросу по вопросу создания карты и так далее и оно тогда и этому тьютеру простила бы жизнь он бы не выдумывал ну хотя бы такие блоки поняли все остальное скинули пока в корзину другое итерационно вытаскивали из этой корзины по мере на какие-нибудь данных вопросов но в системе она не считается что тоже не есть удобно либо это мы можем потом присваивать теги после этого то есть можно да после того как он выбрал какой-то там то есть там технический организационный академический да там многоуровнево что он там из одного перейдет на другой там уровень вложенности тут есть это нам уже лишнее потому что это дано сложнее для клиентов тип он автоматически упадет тегом на теги мы считать не умеем в отчет толку его тегировать просто чтобы понимать по какой теме обратился типы обращения вот отчет по тегам обращения клиенты обращения третий столбик снизу третий снизу а вот это ну я не стою а тут да табличка но пока у нас непонятно по тегам обращений сколько было обращений отеля плюс вообще ни одного это значит что Константин например закрыл закрыт у него и сейчас он что-то напишет и от него будет по тегу или плюс первый вопрос правильно так ну наверное да мы же потом присвоили в конце так что-то достает этот зум дитя давайте по логам посмотрим когда мы так присвоили ну да я сижу все еще в том же диалоге сейчас я там написала вопрос ну да у вас получается открытое обращение так начата 1529 и оно еще не закрылось и у него есть 3 и ничего статистики давайте попробуем это обращение тогда закрыть так пишу новое так оцените качество пятерка открыть ну я снова генерирую и что-то ничего не добавляется ощущение что у них просто может 15 но есть же сегодня аналитика значит она должна брать там фейсбуке например может за сегодня не выдавать или гугли там день этого запаса есть не знаю может они вообще не будут аналитику раз в сутки и за сегодня у них будет получается завтра в час ночи аналитики и так должно было бы пометки по декам стандарт и плюс появится аналитики вообще чтобы ее изучить правильно во-первых нужно понять что каждый зачетов означает если нам что-то непонятно а во-вторых понять как их тестировать и вот эти временные рамки если у них есть например за сегодня это только завтра можно увидеть ну или как-то так нужно понять как их правильно тестировать может быть такое что мы сами не понимаем что мы делаем естественно мы не понимаем как вообще считает аналитика это еще отдельный тот вопрос какие-то алгоритмы чарт она тоже делает диаграмму нет в табличном виде по тегам тут только в табличном виде или excel я пробовала выводить excel он там такой кривой все подряд все данные которые есть все по столбикам скину то там вообще сложно разобраться я особо особо не вникала то есть это не четко там дублирование этих четырех столбиков да это мох и болот и сам что тебе надо ух и аналитика слабенькая понимание по нашим обращениям то класса канал бота непонятно рассылки рассылки не отправляются если у нас проблема с закрытым открытым чатом судя по всему диалогом внутри критических таких и критические и как бы неудобные на очереди у нас хеллдеск иди они по ощущениям прям есть все-все-все пока не попробуешь не узнаешь да я им написала я зарегистрировалась я попросила настроить прототип скинула в группу З не знаю нужно уточнить сроки когда будет готова когда можно будет встречу провести чтобы они присутствовали или чтобы они настроили и дали нам поклацать да доступ сначала доступ я бы наверное потом посмотреть и вопрос ну что с юздеск это мы тогда ставим на паузу да и потому что дальше ковырять как-то не сильно подают благие надежды не смотря на самую зеленую самый зеленый столбик из всех поэтому теория с практикой она всегда раскрывается да потому что сказать что да у нас есть а другое дело когда ты там рассылки протестировал и оно работает не так как нам нужно то то есть и helpdesk остались но helpdesk стар пока на паузе писала что типа могут все но мы понимаем что это разработка кода там свои баги будут надо быть еще месяц два ну да как это будет реализовано как chat to desk там где они написали протестировали нашли что нам неудобно что нас не устраивает они опять пишут мы опять тестируем они опять пишут но как-то ну так тоже может затянуться да 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 так а по прайсу у нас этот был непонятно сколько стоил чат-бот отдельная оплата я добавила сколько там 20 тысяч или 2 тысячи за 2 тысячи человек что-то такое месяц но тоже надо аккуратно так как мы в последнем созвоне с этим helpdesk они говорили в рублях столько а евро как бы другая цена только да но там они не назвали точного пресса потому что они сказали что вот курс там прыгает и мы можем пересчитать там будет дешевле 25 евро они указывали да 25 евро за пользователя да я честно говоря на сайте я что-то не дошел в тарифах где-то да у них там только в рябочках было на сайте а когда мы начали говорить что как бы как с вами рассчитываться в случае чего забугорных организаций то вылез чат по умолчанию условия объявлик ну да мы сегодня обсуждали одна тоже такая helpdesk система довольно большая IT мастер или как-то там называются они сразу же как вы будете оплачивать да мы можем конечно демо организовать но уточните конкретно как вы сможете оплатить не сможете то есть они даже не готовы были на наши вопросы ответить что может их система они сразу в лоб значит сливаем в лоб если им не надо деньги то что не надо не это интересует деньги они боятся потратить свое время значит не наш целевой клиент ну все тогда эту встречу финалим оцифровываем заносим в результаты анализа и берем тогда helpdesk ready и этот самый кто у нас usedesk usedesk если helpdesk где они готовы развернулись пока разворачивают как я поняла да Маргарита ну пока нужно нужно уточнить вчера они вчера мы списались я тогда в них скажу ну если мы завтра позже завтра не смогут нам показать чтобы мы уже провести посмотреть а мы тогда берем usedesk до следующего Ну, мы тогда в созвоне, по-моему, тоже говорили, надеемся на содействие и прочее, прочее. Сами, раз они не готовы настроить, то в созвоне совместно разбирать и так, давайте созвоним. Ну, чат-боты уже есть, то есть все предварительные подготовительные работы уже закрыли. Просто их же подвязываем быть с тем, с ручьями их техподдержки. Думаю, там за часок можно совместно с ними и приобретить эту демку. Окей. А пойми, там пока света в конце туннелли. Я с замиранием сердца думаю в продлении следующего месяца. Я встречаюсь с разработчиками, я с двумя разработчиками встретился, с одними еще будет завтра встреча, он должен мне предложить решение. И я жду обратную связь. У нас пока прайса ориентировочного даже нету, да? В основном затык в принципе в осознании системы и того, что потребуется. С одним я пообщался, человек, а он мне предварительно прайс сказал, но он мне столько, ну, он сам такой самоучка, говорит, я в этом не уверен, в этом не уверен, в этом не уверен. И говорю, ковыряйся туда, потому что сейчас ты такое сказал, а ты потом поковыряешься, я скажу, плен, ты скажешь в два раза больше. Ну, и понеслась. Поэтому разберись лучше сначала сам, ну, то есть, то, чего ты не знаешь, почему он мне задал вопрос, я задал его пример. Ну, вот эти вот моменты были. Вот, я ему это переслал ответ, вот, жду от него дальше. Потому что там, я ему все эти опишки скинул, скинул, а он сам сидит, разбирается, то это нужно поковыряться, нужно сказать. Хорошо, тогда ждем. Окей, все тогда. Все, на связи. Да, добрый. Продолжение следует... Спасибо. 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 Спасибо.